Так, друзья, всем привет! В этом видеоролике мы продолжаем строить, собирать домик на минималках размером 6х9. Тем, кто не смотрел прошлый выпуск, обязательно переходите по ссылке в описании, посмотрите, как мы делали первую часть. В первой части мы собрали полностью платформу, то есть обвязка, лаги, утепление, сеточка от мышей и собрали стены. А в этом выпуске мы возведем весь каркас. Поэтому вам желаю приятного просмотра и обязательно залетайте ко мне, заходите в телеграм-канал, ссылка есть в описании. Там я показываю всю работу наперед, то есть вы можете прям онлайн вживую посмотреть весь процесс стройки. Всем рекомендую. Ну а вам я желаю еще раз приятного просмотра. Напоминаю, что все полезные ссылки на проект, на инструмент есть в описании под видео. Пользуйтесь, ознакомливайтесь и поехали! Так, друзья, ну что, продолжаем работу и первым этапом мы начали формировать вторую обвязку. Вторая обвязка нужна для того, чтобы собрать стены в единое, добавить жесткости и чтобы стены были связаны между собой. Это важно. Крутим сначала все так же на саморезы 6х90, чтобы максимально плотно прижать доску. Мы эти саморезы используем только для этого, чтобы все было плотно и красиво. Вторая верхняя обвязка должна идти внахлёст, то есть перевязывать все стены. Обращайте на это внимание, это важно. В кухонной зоне у нас большая арка и пролёт. Таким образом мы её усиливаем двойной балкой 200-й. То есть будут две доски, один сплошной ригель. Плотно его устанавливаем и стягиваем. Чтобы не тратить время, мы всегда, как каждый этап стройки, протягиваем на саморезы. А потом просто один человек берёт коробку гвоздей и ходит, простреливает всё наглухо. Нам так удобно, мы так привыкли. После большого сплошного ригеля у нас также идёт вторая верхняя обвязка, которая связывает внутренние стены с внешними. И вот буквально часок мы закончили вторую верхнюю обвязку. Далее, пока один человек стреляет всё гвоздями, второй человек напиливает перекрытие, я начал собирать терраску. Терраса тут 2 метра на 5,5 метров. Креплю лобовую доску. Это у нас четвёртая доска к обвязке. Доска 200-ка. Также сначала притягивают всё на саморезы. Доску надо притянуть максимально плотно. И в таких работах отлично выручают винтовёрты. Крутят быстро и дотягивают доску. Сегодня в работе у нас винтовёрт. Это бесщёточный девайс с тремя регулировками скорости. А крутящий момент в 200 ньютон. Загоняет саморез как в масло. Небольшой вес и прорезиненное покрытие. Позволяет комфортно работать. Найти такой винтовёрт можно в сети магазинов DNS. И все подробности оставлю в описании под роликом. Винтовёрт справляется на ура. Мы им даже стягивали балку. Закручивали конструкционные саморезы. Так что рекомендую обратить внимание. Для домашних мастеров этого хватит за глаза. Пока напиливается перекрытие. Я продолжаю формировать террасу. Это у нас будет балка. Она из трёх досок. Жёстко стягиваю всё саморезами. Чтобы получить вот такую красоту. Всё плотно и красиво. В дальнейшем также пробьём всё 90-ми ершёными гвоздями. Как только доски были напилены, стали формировать перекрытие. Тут доска у нас идёт 45 на 195. Напоминаю, строим весь каркас из сухой строганной доски. Закрепляем лобовую доску. А далее начинаем выставлять всё перекрытие. Идём что-то по проекту. Что-то дорабатываем. Что-то обсуждаем с заказчиком. Поэтому проект, конечно, тут выручает. И ссылка на проект есть в описании. Перекрытие также сначала собираем на саморезы. Стягиваем по одному, по две штуки, чтобы доска сидела максимально плотно. Перекрытие у нас тут имеет два направления. Первое – это направление под спальнями. А где у нас будет тамбур, санузел и гостиная с кухней, там уже немножко другое направление. Все правила соблюдены. Всё максимально сидит жёстко, стянуто и потом пробито гвоздями. Ну и струбсыны, конечно, тут выручают. Помогают выравнивать доску и временно выручают, как третья рука. Продолжение следует... Везде, где можно, также добавляем проставки, чтобы перекрытие было максимально жёсткое. Продолжение следует... И вот уже ближе к обеду мы получаем вот такой результат. Далее начал готовить колонны. Тут колонны будут из пяти досок. Колонны будет всего четыре штуки. Плотность тянул самолезами и прострелял всё гвоздями. Ну и затем стали устанавливать коня. Конь у нас из двухсотой доски в три доски. С перехлёстом швов. И все швы и стыки строго на центрах колонн. После коня закрепляем обвязочную доску. На неё будет приходить пятка стропилы. Также притягиваем сначала саморезами, выравниваем заподлицо, а потом стреляем всё гвоздями. Запилили одну стропилину и протащили по всей крыше, чтобы посмотреть, есть ли у нас где перепады. Как ни странно, получается всё ровно и стали запиливать все стропильные ноги. На крышу, кстати, ушло почти два куба доски. А общее количество доски на каркас ушло около 19 кубов. Бывает, кто-то в комментах спрашивает, сколько кубов доски ушло. Вот, обратите внимание, по проекту дам подсказку 12,4, а по факту 19. Потому что не забывайте учитывать вензазор, обрешётку и дополнительные хотелки заказчика где-то что-то немножко изменить. Пока ребята запиливают стропилы, я готовлю крайние доски. Заранее сразу делаю из них выпилы для будущих кобылок. То есть в эти посадки будут вставляться кобылки и затем следующая стропильная лобовая доска будет закрепляться. Далее готовим все стропильные ноги. Поднимаем их наверх и раскладываем в шахматном порядке. Ну и затем идёт монтаж. Тут всё элементарно и просто. Первая стропильная нога запиливается ровно в лицо, потому что она крайняя. Так как у нас холодный чердак и крыша не будет утепляться, все остальные стропильные ноги мы делаем внахлёст. Такой узел я считаю довольно жёсткий. Не когда она приходит в стык и в неё забито пару гвоздей, а именно внахлёст. Таким образом можно настрелять кучу гвоздей и соединение будет довольно жёсткое. Плюс мы дополнительно стягиваем, плюс мы дополнительно ставим проставку. Поэтому если вы имеете холодный чердак, рекомендую делать такое соединение. Вы также снижаете нагрузку на коня, так как доска работает в клин и держит друг друга. Ну и если уж совсем заморочиться, можно ещё прокрутить ряд шпилек. Это если уж совсем сходить с ума. Но и так всё будет держаться на своём месте. Субтитры сделал DimaTorzok Так, друзья, ну что, давайте подведём итог. Сегодня у нас, по сути, шестой день стройки. За шесть дней нам удалось собрать полностью каркас домика 6х9 с террасой. Тут терраска довольно хорошая, 5,5 метров на 2,10. За сегодня сформировали лобовые доски. То есть, чтобы, ну скажем, каркас построен на 99,9%. Осталось, по сути, это подрезать тропила и сделать боковую лобовую доску. Это надо выставлять леса. У нас доски притык. Я думаю, на следующем заезде будем что-то решать. А так полностью сформирована вся стропильная система. Поставили кобылки. Доска 50 на 100, сухая, строганная. Ну, 45 на 95. Поставили лобовые доски 200. То есть, и вот в таком виде у нас сформирована вся стропильная система. Запилены пятки. Всё пробито, протянуто. Тут мы наращивали лобовую доску. То же, что не хватает длины ровненько по угольнику запилили. Сделали аккуратный стык. И нарастили. Такая длинная нога. Соответственно, тут подрежется всё в 600. С той стороны подрежется в 600. И вон там ещё кусочек. И сформируется лобовая доска. Будет вообще огонь. И всё, можно приступать будет к ровле. Я думаю, в следующем ролике покажу вам, как мы зашьём фасад. У нас будет торцевая, передняя и задняя стенка зашиваться 12-му СБ для жёсткости. Потому что укосин нету, соответственно. И дальше будем затягивать ветрозащитной мембраной. Накроем крышу. Гибко черепица. Гибко черепица приехала. У нас вот здесь ковры всё есть. ОСБ девятка на крышу под домиком. Дюймовка, брусок, винт-зазор. Всё есть. И, соответственно, можно будет затянуть фасад в мембрану также. Набить брусок. И ждать уже имитацию бруса. Домик подсохнет. И перейдём во внутреннюю отделку. Поэтому вот такая красота. Кому интересна более подробная вся информация, заходите в телеграм-канал. Там всё показываю, рассказываю, где, прямо здесь и сейчас, как мы строим. Поэтому всем отличного настроения. Всем пока-пока.